Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня мы будем вязать резинку спицами. Она выглядит очень красивой, необычной. Резиночка эластичная. Она односторонняя. С изнаночной стороны она выглядит вот так. Также для резинки я использовала эластичный метод набора петель. Ссылка на этот метод будет в описании к видео. Резиночка выглядит очень пышной и объемной, несмотря на то, что она вяжется тонкой ниткой. Для вязания узора необходимо набрать количество петель кратное тылом, плюс 2 кромочных, плюс еще одна петелька для симметрии. Первую кромочную петлю снимаем. Затем вяжем петельку для симметрии изнаночной. Приступаем к рапорту узора. Мы две петельки. Следующие захватываем вместе, провязываем их лицевой. Но с левой спицы не сбрасываем петельки. Вводим в спицу еще раз верхнюю петельку и еще раз провязываем еще одну лицевую. И затем уже обе петли спускаем. Одна изнаночная. И начинаем повторять уже раппорт узора. Опять две петельки провязываем лицевой. Со спицы их не спускаем. Вводим спицу верхнюю петлю в первую. Также ее провязываем лицевой и затем обе петельки спускаем. И одна изнаночная. И повторяем таким образом до конца. Кромочная петелька. Я ее провязываю лицевой. Разворачиваем вязание. Вяжем второй ряд. Кромочную снимаем. Вяжем петельку одну лицевую. Та петелька, которая изнаночная. Вяжем ее лицевой скрещенной. Она вяжет передней стеночкой ко мне, а я ее вяжу за заднюю стенку. Лицевой скрещенной. Следующую изнаночную петельку я переснимаю непровязанной нить перед работой. И начинаем повторять опять. Одна лицевая, одна лицевая скрещенная. И петлю снимаем нить перед работой. Повторяем еще раз. Лицевая скрещенная. И петлю снимаем нить перед работой. Остается петелька для симметрии. Вяжем лицевой. В конце ряда и кромочная. Далее разворачиваем вязание и вновь начинаем повторять первый ряд. Кромочную сняли. Вяжем одну петлю изнаночной. Следующие 2 петли вместе точно так же. Провязали, не сбрасываем. В верхнюю петлю провязываем еще раз лицевой. И начинаем повторять. Таким образом вяжем, постоянно чередуя первый и второй ряд. Если вам понравился мой видео урок, Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии. На этом у меня все. Всем пока-пока!